В новом учебном году все школы края начинают работать по единым для всей страны требованиям. Вводится общая программа, новые предметы и должности. Все установки педагоги получили сегодня на традиционном педагогическом совете. Обсуждали рабочие программы, то, как перестроить работу учебных заведений учителей. Для примера вводится новый учебник по истории. По нему будут заниматься все старшеклассники России. И он сильно отличается от прежнего. Больше будут изучать историю Великой Отечественной войны, глубже историю Азии. Затронут вопросы современной геополитики. На педсовете по видеосвязи выступил глава региона Михаил Котюков. На предстоящие три года мы планируем строить как минимум 22 школы и 4 садики. В программу капремонта в этом году уже включено 30 школ. Приводить в порядок школьные здания и развивать систему образования будем в постоянном режиме. Не менее значимо и содержательное обновление образования. Настоящий предстоящий учебный год принесет ряд новых изменений. Вводится новый предмет, основы безопасности и защиты Родины. В плане воспитания есть новшества. Например, с 1 сентября в школу вводится советник по воспитанию. Для школ это важно и очень значимо. И по сути мы этой должности давно ждали. Мы директора. Потому что сегодня в школы возвращаются детские объединения. Движение первых. Ролята России. Волонтерское движение. Инициатива сегодня должна идти от детей. И эту инициативу нас советник по воспитанию и будет поддерживать. Также с этого сентября в средней школе вводится предмет профессиональная ориентация. Дети с 5 класса будут знакомиться с профессиями, которые они могут получить в будущем. Для этого даже выпущен специальный учебник. Впрочем, учителя говорят, этот предмет невозможно изучать без экскурсий на городские предприятия. Отдельный вопрос это педагогические кадры. Он остается сложным, особенно в свете появления новых предметов. Отметим, что 2023 год указом президента России Владимира Путина объявлен годом педагога и наставника. В самом названии прописан подход, когда старшие коллеги должны помогать молодым.